Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 19. Вопрос 3285. «Так как могло в раз уйти в прошлое все ясное, что имела зарубежная церковь в вопросе по отношению нелегитимной, неканонической структуры патриархии? С чем это связано?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «С невозрожденностью всех, архиереев, пастырей, мирян, когда открылся железный занавес и стали общаться, то увидели, что они одинаковы, то есть мертвы. А что говорили раньше, то было как бы по отношению самих себя, оказались ничем неотличимы. И объединение должно было быть в тот же первый год, как паломникам открыли шлюзы сюда. Вот как это видит Марк, цитата. Главным образом здесь подразумеваются решения архиерейского синода и соборов зарубежной церкви, в которых содержались крайние оценки каноничности русской православной церкви и даже совершаемых в ней священнодействий и таинств. В русской православной церкви за границей имели место достаточно, цитата, сырые и спорные с богословской точки зрения идеи. С одной стороны, некоторые таинства не признавались действительными, с другой стороны, говорилось о том, что если священник совершает их с благоговением, то они имеют благодатную силу. То есть эти документы содержали спорные идеи и постановления. Присутствовал некий парадокс. Таинства русской православной церкви признавались, цитата, неполными, ущербными, но вместе с тем духовенство и миряне принимались в зарубежную церковь через таинство покаяния. В приложении к акту отводится период в пять лет на переход приходов РПЦЗ, находящихся на канонической территории Московского Патриархата под амафор местных архиереев. Кто из викариев Святейшего Патриарха согласно предложению будет осуществлять окормление этих приходов? Кандидатуру епископа, которому будет поручено окормление этих приходов, должен определить Святейший Патриарх. Пока это вопрос будущего, процесс перехода должен проходить естественно, так, чтобы постепенно исправлялась та неприемлемая ситуация, когда в России, где Московский Патриархат является канонической поместной православной церковью, существуют приходы зарубежной церкви, которые по определению являются приходами за границей. Другой вопрос. Как этот процесс пойдет на практике? Необходимы усилия обеих сторон для того, чтобы переход под амафор местных архиереев протекал гармонично и безболезненно. О каком примерно количестве приходов идет речь? Сколько приходов в зарубежной церкви существует на территории России? Это примерно несколько десятков приходов. Сирахова 22.30 Когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу. Спешка с уничтожением приходов от зарубежной церкви на территории России есть неприкрытая боязнь жуликов каждого, кто держит в руках светильник. Премудрость Соломона 2.14 Он пред нами обличение помыслов наших. У людей пред праздником уборка, в стороне от этой толчьи обмываю миром из ведерка я стопы причистые твои. Шарю и не нахожу сандалий, ничего не вижу из-за слез. На глаза мне пеленой упали пряди распустившихся волос. Ноги отвоив подолу перла, их слезами облила Иисус. Ниткой бус их обмотала с горла, волосы зарыла, как в бурнус. Будущее вижу так подробно, словно ты его остановил. Я сейчас предсказывать способно, вещим ясновидением сивил. Завтра упадет завеса в храме, мы в кружок собьемся в стороне, И земля качнется под ногами, может быть, из жалости ко мне. Перестроятся ряды конвоя, и начнется всадников разъезд, Словно в бурю смерч над головою будет к небу рваться этот крест. Брошусь на землю у ног распятья, обомру и закушу уста, Слишком многим руки для объятья ты раскинешь по концам креста. Для кого на свете столько шире, столько муки и такая мощь? Есть ли столько душ и жизни в мире, столько поселений, рек и рощ? Но пройдут такие трое суток и столкнут в такую пустоту, Что за этот страшный промежуток я до воскресенья дорасту. Борис Пастернак, 1949 год